Пензенская область 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 Потому что 90% успеха будет состоять, чем владеет человек, какими профессиональными знаниями. Второе очень важное качество – как он свои знания доносит до тех людей, от которых он требует результата. Это очень важно, как он выстраивает свои коммуникации, какими методами, какими формами, какую мотивацию он даёт этим людям. Ну и третье самое главное – у управленца должно быть хорошее чувство юмора. Чтобы какие-то ситуации сглаживать, какие-то разряжать, ну и вообще, чтобы оставить себе самые приятные впечатления. Свои проблемы существуют в Пензенской области. И какие пути их решения видит потенциальный управленец. И здесь главная задача – раскрыть себя по максимуму, учесть все нюансы существующих реалий. В проекте я решила поучаствовать, потому что мне предложили коллеги по работе, друзья и родные. Вообще, я очень активный человек, готова повести за собой молодёжь Шамшейского района, сделать жизнь, наверное, в системе образования, ну, более динамичной, более современной. Все ждут новых качественных изменений, все хотят видеть обновлённую управленческую команду, поскольку время, видимо, пришло. И думаю, многие участники всё-таки разделяют мои учаяния и желания и работать на благо региона, и стараться быть лучшей. За действиями участников следит наблюдательный совет проекта. В него вошли люди разных профессий, которых объединяет одно – они в поиске лучших из лучших. Нам важно посмотреть, с одной стороны, молодых, амбициозных и тех, у кого есть высокий потенциал, с другой стороны, важно не упустить и тех, у кого есть уже опыт накопленный, и которые люди тоже могут применить в рамках своего региона. И, наверное, вот это вот сочетание молодости и опыта, да, оно даёт максимально эффективный сплав. Самое сложное в работе управленца – это принимать на себя ответственность. И нет времени иногда глубоко проанализировать проблему. Надо быстро принимать решения, соответственно, надо уметь слышать свою команду, и, если нет своего видения, то есть доверить это специалистам в этой отрасли, и уже на основании этого суметь оперативно принять решения, которые максимально будут удачные. Новый проект в Пензенской области позволит решить сразу несколько важных задач. Прежде всего, проблему дефицита кадров в области. Лучшие конкурсанты будут рекомендованы на государственные должности. Кроме того, как сообщил Олег Мельниченко, победителей ждёт стажировка в престижных вузах страны и в крупных зарубежных компаниях. Сейчас самое подходящее время для обновления управленческой команды и для поиска перспективных специалистов, которые могли бы в эту команду войти. Насколько мне известно, подобные проекты уже реализованы в целом ряде регионов, и там эффект налицо. Победители работают на множестве направлений и помогают повысить качество жизни людей в своих краях и областях. Сегодня порядка 80%, я не ошибаюсь, 80% студентов, которые обучаются и на бюджетах, и платно, не собираются работать по специальности. Вы просто вдумайтесь в кадровый резерв. Вы просто обычный человек, пензенец. И вдруг вы получаете возможность в перспективе возглавить какое-нибудь ведомство, или стать заместителем министра, или начальником отделения какого-нибудь департамента. Но это правда космос. На самом деле, очень часто не хватает людей с Земли, которые вот прямо на кончиков пальцев знают о проблеме и приблизительно представляют, как ее можно решить. Спустя три недели после начала регистрации первые итоги. Более двух с половиной тысяч заявок. Оговорюсь, это не окончательная цифра, но уже тогда организаторы были этому рады. Ведь у них появилась прекрасная возможность познакомиться с по-настоящему деятельными гражданами, которые просто ранее не знали, как влиться в процессы и прийти к государственной службе. Кстати, в основе конкурса успешно реализованная на президентской платформе программа «Россия. Страна возможностей». Именно этот опыт использовали организаторы Пензенского кадрового проекта. Ты по-другому начинаешь смотреть на мир. Совершенно по-другому. У тебя другой взгляд, другая лоширина, другое количество людей, которые тебе доступны. Вот в телефоне сейчас там 300 победителей, 900 финалистов трех сезонов. Это люди неравнодушные к судьбе страны. Я уже много раз проверял. Если мне нужно что-то в любом другом регионе, какая-то помощь для нашей работы, ни один человек никогда не отказывал. Один из начальных этапов кадрового проекта. Регистрация длилась четыре недели. Состязание привлекло более 4400 заявок от соискателей. Почти 80% тех, кто рассчитывает войти в кадровый резерв, это жители Сурского края. Но среди участников есть и граждане из 55 других субъектов страны. И даже из-за рубежа, Финляндии и стран Прибалтики. Но все это тоже наши земляки. Это показатель очень хороший. Мы даже не ожидали, что у нас сразу, достаточно такой короткий период времени, столько людей зарегистрируется. В основном это все наши пензики из Пензской области. Как мы, собственно, ожидали, мы охватили все сферы деятельности. Это и промышленность, и предпринимательство, образование, культура, медицина, госслужба, многие другие области. Вторым этапом конкурса стало онлайн-тестирование. И оно нужно не столько для оценки знаний, сколько для определения способностей гибко мыслить и анализировать. Именно поэтому участникам были предложены задания на работу с графиками и с таблицами, текстами разной сложности, задачи на анализ и поиск последовательностей. Пройти тестирование можно было только один раз. Важным фактором было соблюдение временного регламента. Тесты непростые. Помню, еще мы такое же тестирование проходили, когда участвовали в проекте так называемой школы губернаторов. И думаю, что придется попотеть эти тесты, соответствующим образом решая. 222 участника. Именно столько человек вышли в финал кадрового проекта «Пензенская область. Регион возможностей». Все они достойно завершили дистанционный этап конкурса. И теперь им предстоят испытания в рамках очного тура. Конечно же, много было интересных моментов, связанных с теми вопросами, которые отрабатывали конкурсанты. Качество этих вопросов говорило о том, что эксперты подготовили очень качественно весь этот процесс и весь этот конкурс. Среди отобравшихся в финал основную часть составляют участники возрасте до 40 лет. Перед тем, как приступить к заключительным испытаниям, конкурсанты пройдут контрольное тестирование. Процесс сдачи организуют так же, как и на дистанционном этапе. Но вот вопросы будут совсем другие. В финале будет тяжело. Там, конечно, будет снова тест. И этот тест сразу выявит людей, которые на онлайн-тестировании, мягко говоря, может быть, не совсем сами все это делали. Поэтому, если результаты входного теста будут сильно отличаться от теста, который будет уже здесь, в очном режиме произойдет, это уже вопросы, которые придется как-то объяснять. Потому что задание будет другое, но сложность этого задания будет такая же, сопоставимая. Конкурсанты, конечно же, волнуются. Ведь уже завтра их ждет долгожданное открытие финала. После контрольного тестирования тех, кто пройдет его успешно, разобьют на команды. И сделают это не один раз. На этом этапе всех участников ждет ротация. О том, как прошел первый очный день испытаний, мы расскажем уже завтра в дневнике кадрового проекта «Пензенская область. Регион возможностей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова